Всем привет, меня зовут Кристина, добро пожаловать на мой канал. В этом видео у нас с вами педикюр, обработка пальчиков и покрытие черным гирлаком. Ну и недавно в своих роликах я спрашивала, интересно ли вам тема продвижения, поиска новых клиентов, различные методы продвижения в социальных сетях, в том числе в запретграмме, вконтакте, в телеграмме и скоро на моем канале выйдет серия роликов, где я буду посвящать вас в эту тему, отвечать на некоторые ваши вопросы, так что, чтобы мне было проще снимать такие ролики, вы можете задавать любые вопросы, я на них сразу отвечать в комментариях не буду, либо в личных сообщениях, а буду раскрывать эти темы именно в самих роликах. Так что жду от вас вопросы. Знаю, у многих возникают вопросы, с чего начать, как вообще не бояться выходить в сторис, где найти своих первых 100 клиентов, почему так сложно удержать их у себя, какие использовать приемчики, чтобы клиенты остались с вами не только в новогоднее пилилова, а и в целом в январе-феврале и стали вашими постоянными, какие бывают страхи, когда к вам приходит новый клиент. Вот на все эти вопросы я вам помогу разобраться, ответить на них, чтобы у каждой из вас было много клиентов, вы какими-то методами отрывались от своих коллег, потому что я все-таки люблю называть других мастеров маникюра именно коллегами, потому что на каждого мастера найдется свой клиент. Главное знать, как этого клиента к себе привлечь. Если вы работаете качественно, у вас уже набита рука, вы не новичок в этом деле, да даже если новичок и вы уже отпилили первые своих 10 клиентов, пора думать о продвижении и поиске постоянной клиентской базы, потому что нет клиентов, нет вдохновения, начинаются выгорания, вы думаете, что потратили очень много денег на какие-то материалы, оборудование, расходники и все такое, не видите никакой прибыли в этом, вам не нравится в этом работать, потому что у вас нет никакой мотивации на дальнейшую работу. Потом начинаются различные выгорания, многие сейчас этим страдают, пишут постоянно мне комментарии и также в директ, что же делать, у меня нет клиентов, я не знаю как быть, может быть бросать профессию. Очень большой страх уйти из найма в маникюр, либо другую бьюти-сферу. В целом все методы, про которые я вам буду скоро рассказывать, это не именно для мастеров маникюра, а в принципе для любой бьюти-сферы, да и не только бьюти. Но все примеры я буду приводить именно для бьюти-сферы, чтобы вы могли больше каких-то моментов для себя уловить. И если будет очень интересна тема, то вы можете поучаствовать в разборе вашего профиля. Что это значит? В одном из своих следующих роликов я вас попрошу написать комментарий и потом из этих комментариев, например, выберу 5 профилей, в которые я разберу, расскажу, что нужно поменять, что изменить, что правильно, что неправильно. И для вас это будет очень большой помощью в плане того, что вы будете знать, какие этапы конкретно нужно исправить и как это сделать. Так что, если эта тема вас заинтересовала, также ставьте какой-нибудь плюсик в комментариях, я буду знать, что для вас это очень интересно. Но, по крайней мере, когда я спрашивала об этом первый раз, многие изъявили желание, чтобы я рассказала. Но если просто рассказывать, никак это не применять, не тестировать, ничего из этого не выйдет. Поэтому давайте объявим такой небольшой марафон или, как сейчас принято называть, челлендж, чтобы у каждой из вас к началу, например, марта, уже скоро конец января, поэтому дадим месяц каждой из вас, чтобы вы по некоторым методам продвижения и просто по оформлению визуальному ваших страничек, привели все в порядок и уже к 8 марта у вас была полностью забита запись именно на вот этот праздник. Я надеюсь, что у всех все получится, если не сидеть сложа руки, а начинать действовать. Ну а здесь я уже работала по своей стандартной схеме, все зачистила, все убрала, наношу базу и буду покрывать черным гирлаком. Надеюсь, что вам будет интересна тема продвижения, потому что это довольно такая интересная тема, но для многих очень сложная, потому что есть различные страхи. Когда я проходила обучение по продвижению в социальных сетях и поиску новых клиентов, сначала я думала, что вот, я не буду об этом никому говорить, мне же все скажут, да ничего из этого не получится, зачем вообще это надо, лучше работать 24 на 7 где-нибудь в найме, но потом, когда ты понимаешь, что это все методы рабочие, они, кстати, совершенно бесплатные, то есть не нужно тратить на них еще средства, не нужно тратить деньги. Например, как раньше все пользовались таргетированной рекламой, совершенно бездумно, она никому не помогала, у вас был типа большой охват, но на самом деле клиентов было ноль. То же самое сейчас и в ВК происходит, там довольно дешевую рекламу можно запустить, но если это делать с телефона, так же как продвижение публикации в запретграмме раньше было, ничего это у нас не работало, потому что вы видели хорошие цифры, а на самом деле толку не было. Поэтому нам предстоит с вами еще разобраться в этом всем. Здесь я покрыла ножки в два тонких слоя черным гирлаком. Напоминаю, что никакого выравнивания мы с вами не делаем, просто тонкий слой. Сейчас наношу топ. Кстати, вот здесь на большом ноготке чуточку я не докрашиваю до кутикулы, чтобы у нас кутикула смотрелась ровнее с высоты человеческого роста. Есть небольшая мозолька, потому что пальчики трутся между собой, и иногда большим ноготком мы его задеваем, и там остается кусочек гирлака. Но все это дело пилочкой легко убирается. Можно ставить растопырки, но здесь я почему-то этого не сделала, уже не помню. Привыкла работать на этих ножках, поэтому некоторые этапы своей работы могу упустить. Обязательно наношу дегидратирующий тоник и любую с результатом делаю фото-видеосъемку. Обычно на полный педикюр с обработкой пальчиков и стоп и с покрытием у меня уходит полтора часа. Если без покрытия, то могу уложиться за 45 минут. До новых видео, пока-пока!